МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа о работе органов прокуратуры на страже закона. Адрес Пушкина-3 в Екатеринбурге хорошо знаком каждому, кто столкнулся с произволом чиновников и беззаконием. Вот уже в течение 12 лет сотрудники Управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе обеспечивают восстановление законности и защищают права уральцев. В 2000 году на территории Российской Федерации созданы 7 федеральных округов, впоследствии их стало 8. В состав Уральского округа вошли 6 субъектов Российской Федерации Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области, Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Ямалоненецкий автономный округ. В каждом федеральном округе было создано управление Генеральной прокуратуры и назначен заместитель Генерального прокурора России. Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Урфо дислоцировано в Екатеринбурге. Его деятельность курирует заместитель Генерального прокурора Юрий Пономарев. Управление организует и контролирует деятельность прокуратур-субъектов, осуществляет прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов окружного уровня, а также координирует всю деятельность по борьбе с преступностью в округе. Признаком доверия населения к работе управления Генеральной прокуратуры является то количество обращений, которые поступают к нам сюда по различным вопросам их жизнедеятельности. Более 4 тысяч только за минувший период 2012 года таких обращений поступило. Если говорить подробнее, то почти 2 тысячи по вопросам надзора за исполнение федерального законодательства, более 2 тысячи по вопросам следствия и оперативно-розыскной деятельности органов полиции и Следственного комитета. В сфере федерального законодательства традиционно лидируют жилищные и трудовые споры. В текущем году снова обострилась проблема невыплат зарплат, прежде всего на предприятиях-банкротах. Те, кому приходилось судиться за зарплату с крупным предприятием, знают, что даже положительного решения суда может быть недостаточно. Много претензий накопилось к судебным приставам, которые должны взыскивать задолженность по решению суда. Масштабная проверка территориальных органов службы судебных приставов в субъектах округа ведется сейчас. Она уже близка к завершению. Картина достаточно неприглядная. Не всегда приставы выполняли возложенные на них обязанности. В ряде случаев допускалась волокита. И фактически те права и интересы граждан, которые были уже подтверждены судебными решениями, не оставались не реализованными. Соответственно, по каждому из них были приняты меры реагирования с постановкой вопросов об ответственности, в том числе руководителей структурных подразделений. Сейчас они на рассмотрении. Мы взяли это все на контроль. И в целом, я думаю, что мы сумеем навести здесь порядок. Надзор за процессуальной деятельностью Главного управления МВД по Уральскому округу и Следственного управления Следственного управления по Уральскому округу, а также поддержка гособвинения по возбужденным ими делам – это работа отдела надзора за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью. Окружной этаж правоохранительной системы – это наиболее квалифицированные кадры и уровень дел, по которым они работают соответствующий. Как правило, это дела, носящие межрегиональный характер, серийные преступления, совершенные на территории двух-трех нескольких субъектов, в том числе и на территории всей Российской Федерации, либо дела, представляющие повышенную сложность и важность. Среди судебных процессов, на которых обвинителями выступали сотрудники управления Генеральной прокуратуры в Урфо, можно упомянуть суд по делу Павла Федулева, которого обвиняли в заказных убийствах и рейдерских захватах, а также против членов банды Мартиросяна, терроризировавшей дальнобойщиков Свердловской области и Пермского края. Сегодня эти преступники осуждены и отбывают длительное наказание. Управление Генеральной прокуратуры, так же, как и любое другое прокурорское учреждение, ведет прием граждан. Если ваш вопрос не нашел понимания в прокуратуре области или автономного округа, или, если ваши права нарушены, как вы считаете, чиновниками федеральных органов окружного уровня, вы можете обратиться в управление Генпрокуратуры Екатеринбург, Пушкина, 3, с 9 утра до 6 вечера каждый рабочий день. Также можно обратиться письменно или через интернет-приемную, которая работает на сайте genprogdefizurfo.ru. Заместитель Генерального прокурора Юрий Пономарев и депутат Госдумы Александр Хинштейн на этой неделе посетили строительные площадки проблемных жилищных объектов в Челябинске. Проблема обманутых дольщиков сдвинулась с мертвой точки и не без вмешательства надзорного органа. Об этом в нашем следующем сюжете. Генпрокурор Юрий Пономарев Вместе с депутатом Государственной думы Александром Хинштейном и прокурором области Александром Войтовичем он посетил ряд проблемных объектов, на которых только что удалось установить порядок. Дом на улице Салютной сдан через 13 лет после того, как застройщик впервые это пообещал. Недостроенный дом на улице Сони Кривой наконец начал расти вверх до плановых 16 этажей. Удалось найти нового инвестора, который взялся его достроить. Схема долевого строительства, изобретенная когда-то в Аргентине, как доступный вариант для не очень богатого южноамериканского среднего класса, в России пользуется неоднозначной репутацией. Обманутые дольщики появляются в новостях с завидной регулярностью. Причина в крайне вольном обращении с законом об участии в долевом строительстве и широком распространении так называемых серых схем, тех, что проводятся на грани закона. При этом довольно часто что-нибудь идет не так, как предполагал дольщик. Иногда серая схема оказывается откровенно мошеннической. Еще одна причина, иногда связанная с первой, это волокита при подключении дома к инженерным коммуникациям. Иногда дольщики так и въезжают в неподключенные дома. Вмешательство прокуратуры обычно оказывает благотворное действие. Дело не только в пресечении явных нарушений законов и подзаконных актов. Иногда такие акты вовсе отсутствуют и их приходится создавать с нуля. К примеру, в той же Челябинской области только после вмешательства прокуратуры органы исполнительной власти разработали и утвердили регламент, на основании которого теперь будут осуществлять государственный надзор и контроль в области долевого строительства. Функция такого надзора за ними закреплена по закону. Сегодня в прокуратурах субъектов Уральского округа действуют рабочие группы по защите прав дольщиков, пострадавших от недобросовестных строителей. Ситуация с дольщиками находится на постоянном контроле заместителя генерального прокурора Юрия Пономарева. На этой неделе сотрудники Генпрокуратуры в составе специальной рабочей группы выехали в Первоуральск. Они намерены проверить, насколько эффективна работа органов местного самоуправления, коммунальных и управляющих компаний по обеспечению теплом и другими коммунальными услугами жителей города. Кроме того, будет дана оценка и работе правоохранительных органов, которые обязаны выявлять и пресекать правонарушения и преступления в сфере ЖКХ. Во исполнение указаний заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева прокурором Свердловской области сформирована специальная рабочая группа в составе работников прокуратуры, а также областных Минфина и Министерства энергетики и ЖКХ. На этой неделе группа выехала в Первоуральск для проверки законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Именно из этого муниципального образования в наш адрес поступают многочисленные обращения граждан на недалежащее оказание им жилищно-коммунальных услуг, на выставление так называемых двойных квитанций. Есть вопросы и к тарифам, есть вопросы к руководителям управляющих компаний, которые, собирая денежные средства, не рассчитываются с поставщиками энергоресурсов. Уверен, что результаты этой выездной проверки, они будут положительны, позитивны. И в определенной степени ситуация в Первоуральском городском округе сдвинется. И будут лица, которые привлечены к ответственности. Хороший вообще урок будет для других муниципалитетов и нерадивных предпринимателей. О срыве отопительного сезона в Первоуральске говорили как минимум с конца лета. Ситуация осложняется тем, что единого надзорного органа в сфере ЖКХ нет. Чтобы восполнить этот пробел, прокуратура привлекла для работы специалистов областных министерств. Первоуральск – первая территория, где отрабатывается взаимодействие в этой сфере. Полученный опыт будет обобщен для использования в других муниципальных образованиях. В ходе надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка деятельности руководителей органов местного самоуправления, управляющих компаний, поставщиков топливно-энергетических ресурсов. Кроме того, детальному изучению подвергнется работа органов полиции при рассмотрении сообщений о преступлениях, а также проследовании уголовных дел, возбужденных по фактам нарушений в сфере ЖКХ. Контроль за работой комиссии осуществляет Управление Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. Громкое дело бывшего управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации Сергея Дубинкина на днях вспомнили еще раз, но в связи с другим преступлением. В лжесвидетельстве обвинялся его бывший заместитель Владимир Жуков. О том, как не надо поступать, желая помочь своему шефу, далее в нашем сюжете. 27 декабря 2011 года бывший управляющий Пенсионного фонда России по Свердловской области Сергей Дубинкин был осужден по статьям 286 и 290, соответственно, превышение должностных полномочий и получение взятки. Напомню, что дело Дубинкина началось после того, как был признан банкротом банк ВЕВК «Урал», в котором на момент банкротства находилось около миллиарда рублей, принадлежащих Пенсионному фонду. Превышение полномочий заключалось в том, что Дубинкин выбрал для обслуживания интересов фонда заведомо неблагонадежный банк, а взятка была получена от председателя правления банка Ольги Чичушковой. Чтобы доказать эту схему, у прокуратуры ушло около двух лет, начиная с задержания Дубинкина в 2009. 1 октября 2012 года был осужден еще один участник той истории, заместитель Дубинкина Владимир Жуков. По версии обвинения, именно он передавал часть взятки наличными от Чичушковой Дубинкину. На суде Жуков показал, что никаких денег не получал и вообще не видел. Ну, несмотря на попытку ввести в заблуждение предварительное следствие и участников судебного процесса, в ходе последующего судебного разбирательства сообщенная им информация о якобы непричастности своего шефа к коррупционным преступлениям была полностью опровергнута совокупностью доказательств и представленных государственным обвинителем доводов. Действия Жукова квалифицированы по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса. Заведомо ложные показания свидетеля. В ходе судебного заседания государственный обвинитель сумел полностью опровергнуть слова Жукова. Лжесвидетель, как было установлено, действовал из желания обелить бывшего шефа. В отношении Жукова было вынесено частное постановление суда, которое через некоторое время привело к приговору уже и для него. Наказание определено как штраф в размере 60 тысяч рублей. Максимальный штраф по этой статье составляет 80 тысяч. Обращаю внимание всех граждан на недопустимость дачи ложных показаний как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. В противном случае это влечет за собой перевлечение к уголовной ответственности и назначение строгого наказания. Вы смотрели программу о работе органов прокуратуры на страже закона. Если ваши права нарушены, а чиновники сквозь пальцы смотрят на эту проблему, обратитесь в органы прокуратуры. Адреса и телефоны надзорного ведомства сейчас на экранах ваших телевизоров. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин